БИС-ТИВИ Моё знакомство с САПРом состоялось, наверное, более 20 лет тому назад. Реже всего я познакомился с руководителем Канявским, Валерием Аркадьевичем. У нас, хочу сказать, что сложились очень добрые отношения. Он меня устраивал во всём, но я несколько его постарше был. Но он настолько общительный человек, что каждая встреча с ним была очень и очень приятной. Я практически с первых дней существования этой организации был с ним знаком, и знаком с уважаемым руководителем Аркадьевичем Бессменным. И я всегда восхищаюсь его личностью, во-первых, а во-вторых, тем, что он делает. А делает он много и часто, очень часто бывает успешен, потому что он делает эту работу вовремя. 25 лет – это достаточно много для организации, которая работает в сфере информационной безопасности. Но я хотел бы сказать немножко другой аспект. С теми людьми, с теми руководителями, которые сейчас представляют компанию ОКБ САПР, я познакомился ещё раньше, чем она была создана. И уже тогда это были, с моей точки зрения, по крайней мере, это были самые сильные специалисты в области информационной безопасности, которые уже тогда готовили те решения, которые потом развивались и продвигались уже под эгидой ОКБ САПР. Сегодняшнее мероприятие, безусловно, собрало единомышленников, соратников, тех людей, которые долгие годы, можно сказать, уже десятилетия, работают с особым конструкторским бюро и теми организаций, которые непосредственно сейчас входят в состав этой серьёзной организации. Поэтому очень приятно видеть тех людей, которые, знаешь, 25-30 лет и по старой работе и службе, и по сегодняшней. История компании началась в 1989 году, когда Валерий Конявский вместе с единомышленниками основал ОКБ САПР. За прошедшие годы из её недр вышел ряд продуктов, которые стали образцом для других участников отрасли. Разработки компании активно используются во всё более широком спектре предприятий, где информационная безопасность – залог стабильности бизнеса. Это средства защиты информации, криптографические комплексы, устройства для установления доверенного сеанса связи и другие. Встреча на Анне Карениной стала поводом для коллег и друзей поделиться позитивными эмоциями и пожелать коллективу компании новых успехов на долгие годы вперёд. Ну, пожелание успехов в коммерции, потому что это коммерческая организация, и как бы там ни было, она находится в борьбе со своими конкурентами. Это, кстати, положительно, в хорошем смысле в борьбе. И я, как руководитель Ассоциации защиты информации, заинтересован, чтобы развивались эти и другие компании, они входят тоже в нашу ассоциацию. И пожелание в этой борьбе не победить всех ни в коем случае, а просто быть на передовых позициях. Хотелось бы пожелать побольше заказов, поменьше проблем. И, как всегда, надеемся на тесное сотрудничество. Я с огромным удовольствием принимаю участие в сегодняшнем мероприятии, потому что я очень ценю, уважаю людей, которые здесь работают, и ценю, и высоко оцениваю те разработки, которые у компании есть. Я пожелаю нам, конечно, дожить, а еще не один раз встретить такое мероприятие в таком хорошем месте, скажем, и с хорошими, уважаемыми людьми. Да, я пожелаю им долгих лет существования. Я бы хотел в сегодняшний день, в день 25-летия САПРА, пожелать им, прежде всего, дальнейшего развития, чтобы они и дальше, в последующие 25 лет, также модернизировались, развивались и производили новую технику, чтобы все у них было прекрасно, а самое главное, чтобы они уважали друг друга. Участники в выступлениях часто подчеркивали уникальный характер бессменного лидера компании Валерия Каневского и верность компании своему курсу. Друзья и партнеры ОКБ САПР уверены, что залогом его успешной работы, как и в прошедшую четверть века, останутся многогранность талантов коллектива, серьезное отношение и творческий подход к решению любых задач. На самом деле, конечно, ОКБ САПР на рынке характеризуется несколькими факторами. Фактор номер раз – это фактор девушки-руководительницы, дочки-руководителя, которая вполне успешно ведет бизнес и поддерживает, и помогает своему родителю. И это вот первый фактор, совершенно правильный фактор. Прежде всего, инноваторство. Потому что есть разработки, которые были внедрены в Российскую Федерацию и, по будучи этого слова, впервые, и имеют совершенно реальное прикладное значение. Всегда поражает изобретательность проводимых мероприятий. Почему? Потому что нет шаблона. Один раз это может быть вот на корабле, второй раз это могут быть в цыгане, в яре, в ресторане, да? Ну, то есть, вот выдумка эта, она всегда радует. Таланты Канявского не висят где-то в воздухе, они зиждются на тех самых работах, которые КБ САПР выполняла. А работы эти, конечно, характеризуются, во-первых, очень тщательным, внимательным отношением к проблемам информационной безопасности. Эта компания умеет увидеть на несколько лет вперед, что может потребоваться рынку. умеет увидеть, поставить эти задачи. По целому, ряду направлений они были передовыми. Работа эти характеризуются достаточно глубоким научным основанием, потому что ее руководитель – прирожденный ученый. Он дважды доктор наук, он преподает в двух вузах как раз эту тематику. У него, одна из его таких хороших заслуг, заключается в том, что кадры он кует себе практически сам. Преподавая в вузах, он выделяет студентов перспективных, проводит с ними семинары, и студенты охотно идут на такой контакт, и многие из них потом остаются работать в КБ САПР. 25-летие компании удалось отметить без лишнего пафоса в тесном дружеском кругу. Присоединяясь к прозвучавшим поздравлениям, можно пожелать юбилярам в ближайшие годы с успехом продолжать свое большое плавание. Продолжение следует...